сегодня вот 6 декабря я прошел погулять гуливер парк немного думаю отдохну погуляю на свежем воздухе здесь хорошо деревья все зеленые такие вот это по-моему какая-то там как ты под нашу лип или тополя хорошо здесь так погулять просто здесь если помнить прошлом канале я вам показывал апельсиновые сады есть лимонные сады погулять на свежем воздухе надо все время вот это дерево такой листочки такие вот они может кто-то разбирается в этом дереве но я не знаю вот ствол вот такой вот ствол вот такой ну хорошее дерево такое зеленое апельсины еще не поспевшие они скоро будут желтые здесь желтый рай будет здесь как я вам показывал раньше хорошо так так вот погуляют вот так вот люди еще которые есть которые сидят шашлыки жарят здесь из общественного туалета тот знак стоит меня недалеко здесь и липы растут и сосны растут и пальмы растут тут разнообразие деревьев разнообразие деревьев и тутовники растут много деревьев здесь хорошо вот так вот крови к такая ходить вот так вот и гулять ну люди вон семьей собрались шашлыки делают жарят красота ночью здесь освещается тоже осветительные фонари стоят парк этот мне нравится тоже так же как и рядом с узделеком вот токума парк тоже там также здесь вообще парков очень много где можно погулять отдохнуть кто хочет на морской побережье на морской побережье кому охота вот так вот лесной чаще ходить леса вот так и на любой выбор и вкус красиво мне нравится в это деревья так и хвоей пахнет так и тем более после дождя вот эта горка вот она под ней общественный туалет сделано и так сделано что как насыпь а под ней вот так под этой горкой туалет общественный туалет общественный туалет и мечеть в общем красота красиво очень вот именно в таких местах можно подумать о жизни обо всем так как философы говорят в чем смысл жизни смысл ты так и не сможешь понять и слишком короткая пока ты его поймешь она уже прошла короткая и быстрая все хотят чего-то понять но мне кажется что еще нет такого мудреца на свете который бы жизнь так и понял до конца что к чему по моему таких нету жизнь это короткий миг который дано всевышним для чего-то мы сюда посланы у каждого своя миссия в этой жизни у каждого свой крест которую должен нести в этой жизни как бы в этом он тяжело не было и у него несет что на лбу написано то от этого никуда не деться никуда не деться да ты ход под семью замками а так жизнь сама по себе дар всевышнего дар всевышнего каждому из нас чтобы он осознал сущность вообще нашу человеческую что мы себя представляем на что мы способны кто-то ломается под своим крестом потому что он слишком тяжек кто-то его несет гордо как будто не было потому что это неизбежность 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 я же говорю кого на лбу что написано если на лбу тебе написано сгореть не утонешь странная штука это жизнь порой бывает что человек вот живет очень мало сгорает как свеча быстро ярко светло оставляет такой после себя след как после метеорита длинный яркий а бывает человек всю жизнь живет от него нет никакого следа сколько бы он не жил до 90 до 100 лет нет его не стало его и забыли о нем а есть который короткий миг и об этом человек и помнит веками веками вот так вот если пофилософствовать немного хорошо погода такая мягкая здесь я не знаю как шпалы сделали из таких брусьев таких ну видимо тоже бывшие шпалы нашли хорошее применение вот и дядюшка гулливер нас смотрит погода где-то градусов наверное 20 есть тепла здесь вот целый детский городок из современных мультиков даже медведь есть там даже Маша есть потом Маша и Медведи на любой вкус вот он гулливер какой здоровый вот он помните мультик был советское время как он спасал людей от империалистов от буржуев наверное такие мультики сейчас же не будут показывать вот говорят же Чаполино закрывает не знаю правда ли это то есть о справедливости будут как-то отходить в сторону вот ценности другие стали ценности другие мы вообще люди такой народ сеем сам сами сеем вот плохую траву вот хотим чтобы выросла рожь если мы посеяли плохую траву сорняк рожь никогда там не вырастет то же самое и дети это наши семена как мы их посадим как мы их вырастим такой же урожай будет а посадим сорняк получим сорняк сорняк еще чем страшен то что он корнями уходит очень глубоко сорняк чтобы вывести из поля нужно очень много копать поэтому иногда я вот думаю вот сейчас вот посадили мы много сорняка сейчас жалуемся что в школах ученики на учителей бросается на людей бросается я говорю мы это сами посеяли сами вот это все и теперь потому что ценности другие ценности деньги роскошь хорошие машины вот красивая жизнь вот это главная ценность а пути достижения этих ценностей не важны как говорится победителей не судят не судят победителей вот кто-то недостоин того что он имеет потому что работал трудился вот потом заработал а кто-то бац-бац и в дамки по трупам пошел через обман через ложь вот тоже в дамках вот и элита как я уже говорил что мне нравится вот этот фильм блеф где играет Андриана Челентано где вот один из главных героев говорит этой женщине которые яхты которые деньги все-все говорит может ты когда-нибудь ты будешь говорит авторитетной женщине вот это заработаешь себе имидж то есть эта женщина имеет даже яхты и все не могла приобрести имя этого нормального человека нормального вот а у нас вчерашняя проститутка вот она уже забыла сколько она увидела постели сколько увидела тел мужских вот достигла все элита или вор вот который вырос в такой же семье урвал кусок от жизни вот по трупам пошел деньги есть все он успешный человек и все одел галстук сел кресло и все его спроси что-нибудь такое высокодуховное он даже близко это не знает что это такое он знает только деньги вот и если выпить да и без выпивки грубый мат изо рта только мат мат и все 90-е годы говорят плохие были мне кажется 90-е годы были годами очищения что ли вот во всех кладбищах городов целые аллеи этих памятников памятники памятник вот этих братков всех которые погибли в разборке которые очищались они вот так друг друга перестреляли вот все все те времена может и было жестоко да было жестоко да но то время было честнее что ли немного а сейчас тихо и мирно все те братки уже облачились властью все кормушки депутатских креслах вот а то и меры и губернаторы и другие должности которые защищены законом и не надо ничего кормушка есть не надо никого грабить когда есть казна бездонная построил километр какой-нибудь дороги списал сто миллионов хотя он там миллион не стоит вот 99 миллионов карман и все любом деле отмывать деньги отмывать 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 вот отмывание денег было изобретено впервые алкапоне итальянском мафиозе американском мафиозе итальянского происхождения почему отмывание называлась она потому что он отмывал деньги преступным нажитым преступным путем через прачечные прачечные которые были открыты по всей Америке через большие прачечные как будто это заработанные деньги на прачечных разработали вот с тех пор пошло вот это отмывание денег вот и все это самое так что алкапоне оставил наследство хорошее международное поэтому отмывает сейчас денег очень легко уже не через такие прачечные а наглую стоит дорога 5 миллионов допустим рублях написали 150 и все шито крыто и офисы целы и волки сыты ну ладно не будем о плохом всех вам благ и хороших выходных дорогие мои впереди у вас вот я погулял тоже с вами минут 20 километра полтора прошел уже немного хорошо пока пока дорогие мои пока 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 пока